МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа к нам приехал на телеканале Ля Минор. Я ее ведущий Виталий Волин. Сегодня у нас в гостях посланец, скажем так, Соединенных Штатов Америки, если можно так выразиться, композитор, исполнитель и художник Зиновий Шершер. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько весен прошло, сколько зим позади, Пронеслось, словно песнею звонко. Только ищут глаза, что же там впереди, Я сажусь на коне и до горку. Ой, вы кони мои, ой, вы кони, Вы куда-то все время спешите. Вечно неубладимые, Богом хранимые, Ветром гонимые кони. Вечно неубладимые, Богом хранимые, Ветром гонимые кони. Вы несите меня в край невиданных роз, Где всю ночь соловьиные трели, Где искрящийся снег, Где звенящий мороз, Опьяняющий дух карусели. Ой, вы кони мои, ой, вы кони, Вы куда-то все время спешите. Вечно неубладимые, Богом хранимые, Ветром гонимые кони. Вечно неубладимые, Богом хранимые, Ветром гонимые кони. Я мечтаю о той, Чье тепло нежных глаз Согревает, как летом зимою. Я стремлюсь к вам душой, Я мечтаю о вас. Ну-ка, кони тряхнем стариною. Ой, вы кони мои, Ой, вы кони, Вы куда-то все время спешите. Вечно неубладимые, Богом хранимые, Ветром гонимые кони. Вечно неубладимые, Ветром гонимые кони. Вечно неубладимые, Ветром гонимые кони. Композитор и исполнитель Зиновий Шершерш Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Зиновий. Добрый вечер. Кстати, вот хотелось бы сразу Все поставить на свои места. В интернете, и не только в интернете, Вас знают как Зиновий Шершерш И Зиновий Туманов. Да, абсолютно правильно. Так вот, кто что написал? И хотелось бы понять, Кто более известен и в каких кругах? Это из истории таким образом звучит. Когда-то в 70-х годах, Когда она забрала себе Новый организованный Государственный эстрадный оркестр Под управлением Паллада Бельбель-Аглы, Тогда мы работали с Ларисой Долиной там. И в программе Мастера эстрады кино и телевидения Мы работали с представителем телевидения и кино. Тогда я подружился с Ливоновым, с Азоновым. Вот, кстати, первую песню, которую я спел, Это посвящено было Высоцкому в Нью-Йорке, Когда я приехал, его не стало. И вот тогда к вечеру памяти Я написал песню «Кони». И тогда же, так как я руководил еще и группой, Кроме как солистов, вокалистов, И мне предложили взять псевдоним. Потому что он говорит, мы предправительством очень много работаем. И вот у тебя есть песня «Туман, туманище», Так и будешь Тумановым. Это-то с легкой руки Паллада Бельбель-Аглы Я стал Зиновий Туманов. Ясно. Вы отправились в Соединенные Штаты Америки В 80-м году. А вот в интернете я нигде не мог найти, Что было с вами до этого. Как ваша жизнь складывалась до 80-го года в России? Ну, до этого. Там в биографиях, конечно, они это не указывают. Хотя есть некоторые материалы, В которых я сам рассказываю. Что с детства я занимался и живописью и музыкой. Музыкальную школу заканчивал. Потом художественная школа, Потом художественно-графический факультет институт, Потом из училища мы учились. В Курске с Володей Винокуром. После этого, во время учебы в Курске, Я стал лауреатом двух фестивалей. Политическая эстрадная песня тогда это называлась. А в Курске вы родились? В Курске или как? Нет, ну я там с трех лет. Я родился на Дальнем Востоке, Но с трех лет я рос в Курске. Это мы земляки с вами практически. Я из Орла. По соседней точке. На рядышках в 120 километров. Да, и потом после вот института, Так как я стал лауреатом, Мне вручила диплом первый год Пахмутова Добронрау, А на следующий год Фрэнк Лича Ферран. И так после этого получилось, Что я понял, Что официальным художником я, Наверное, не стану. Потому что я писал портреты композиторов На фоне их произведений. И меня забрали на эстраду. Сначала ансамбль «Россияне», Потом был вот оркестр Паллада Бибюляглы. И у нас звонок. Алло. Добрый вечер, Виталий. Светлана, здрасте. Наша постоянная телезрительница. Очень приятно. Добрый вечер, Зиновий. Зиновий, хорошо поете. Спасибо огромное. Я ваши записи слышу на радио. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, Сколько вам было лет, Когда вы спели первую песню? Ну, это я даже не помню уже. Я помню только в музыкальной школе, Когда я учился по классу скрипки, Меня использовали в хоре, Но я очень картавил. И поэтому ко мне подставляли Еще кого-то менее картавил. Так вот я стал солистом, Наверное, где-то лет в 7-8. И вот постепенно я начал запевать Сначала в музыкальной школе, А потом уже в школе В своей я организовал первый ансамбль. И очень гордился им. Это был очень сильный состав в Курске. И мы даже аккомпанировали Целому фестивалю тогда Пахмутовскому. И вот так получилось, Что я всю жизнь, Сколько я себя помню, Я все время пою. У меня очень хорошо мама пела. Прекрасно пела. Всю жизнь. Она и народные песни, Романсы великолепные. Отец у меня музыкант, Он трубач был. Поэтому как-то я вот С тех пор и помню, Сколько я себя помню, Столько я пел. Знаете, мне вообще кажется, Музыканту профессиональному, Который с малолетства Занимается музыкой, Вопросы, когда вы спели Первую песню, Нужно родителям в первую очередь задавать. Да, наверное, да. Ясно. Давайте послушаем Следующую песню, А потом мы с вами поговорим. На Азовском море Называется «Следующая песня». На Азовском море На Азовском море На морском просторе Чистом, как слеза, Где порхают чайки В волнах с ветром споре Я нашел твои глаза. Ты сидела молча На песочном пляже, Наслаждаясь солнцем, Ласковой водой. Замер я в смятении, Как солдат на страже, Понял, вот она, Любовь. Я никогда и ни за что не верил я, Не верил, что ко мне вернется Счастье вновь. Я благодарен навсегда Тебе, морской Азов, За то, что встретил здесь Любовь. Пролетело время, Как щемящие сказки, Мы бродили молча, Азов дарил прибой. Отражались звезды В полуночной пляске, Навивая нам покой. Я никогда и ни за что не верил я, Не верил, что ко мне вернется Счастье вновь. Я благодарен навсегда Тебе, морской Азов, За то, что встретил здесь Любовь. Я никогда и ни за что не верил я, Не верил, что ко мне вернется Счастье вновь. Я благодарен навсегда Тебе, морской Азов, За то, что встретил здесь Любовь. Я никогда и ни за что не верил я, Не верил, что ко мне вернется Счастье вновь. Я благодарен навсегда Тебе, морской Азов, За то, что встретил здесь Любовь. Я благодарен навсегда Тебе, морской Азов, За то, что встретил здесь Композитор-исполнитель Зиновий Шершер у нас в гостях. Зиновий, вы знаете, вот послушал я вот эту сейчас песню и обратил внимание на двухчастность такой вот стилистики. Куплет и вступление идет в шафле, конкретно американский такой стиль, достаточно интеллигентный. И припев идет в чисто русском популярном таком вот стиле. Отложилось ли пребывание в Америке на вообще понимание музыки? Ну вот, может быть, какие-то метаморфозы внутренние произошли? Или, в принципе, вот эта вот стилизация, шафл, там, не знаю, соло, они изначально уже в вас находились? Ну, прежде всего, остается вот та культура, та музыкальная культура, она все равно остается. И когда я пишу русские песни, мне очень приходится много писать американской музыки, слава богу, и песен. Но когда я пишу русские, мне хочется вот именно разнообразить это, привнося новые звуки, потому что мы всегда растем в этом, и новые ритмы, все-таки оставить душу и характер песни. Мелодику. Конечно. Оставить русскую, конечно. Вот строчки я процитирую с вашего сайта. Становление в США, он, вы, называет новым стартом в его карьере, почувствовав свободу для выражения своего художественного видения, благодатную почву для своих песен и картин. Зиновий, а что мешало в СССР раскрыться? Что мешало, я вам скажу, что мешало. Мешала вот цензура именно, больше всего это касается именно живописи. Почему? Потому что я когда вот защищал диплом, я написал серию портретов композиторов на фоне их произведения. Римский Корсаков на фоне Садкота, понимаете? Блин, Шостаковича, что мне, конечно... Это был, по сути, калаш какой-то, да? Это не калаш, это были настоящие картины. Нет, нет, я имею в виду... Ну вот, да, на фоне. А мне сказали, что это сильные очень вещи, но надо, допустим, добавить обязательно... Холст, Ленин слушает музыку. Понимаете? А я вот сколько... Во-первых, он наслушался музыки уже много. И как я буду изображать его? Изображали как угодно уже. Кроме того, что я изображу на фоне? Апассионат с Бетховиным. И поэтому, когда на зональную выставку я пришел, очень много было обязательной программы на зональной творческой выставке. Очень много было политических картин. И через это только открыт был путь, открыт был в союз художников. Понимаете? В этом плане. Кроме того, что имелось в виду, когда я выезжал, так как тогда условия были такие. Ты профессиональный художник, тебя учило государство. Все, что ты сотворил, ты должен оставить здесь. Мне не разрешили вывести эскизы даже. И поэтому мне пришлось все начинать сначала. Понимаете? Но сначала была обида какая-то, а потом я понял, что это было очень важно. Потому что тот фейерверк искусства, который свалился на меня в Нью-Йорке, разнообразное искусство. То есть, так как я люблю и музыку, это же разнообразно писать. Понимаете? И чтобы у меня было поле деятельности. И я понял, что мне все придется все равно начинать сначала. Надо было школу оставить, нашу сильную, хорошую школу. Но искать свой путь, искать свой стиль в живопись. Поэтому это все было по новой надо было. А в музыке мне взяло много лет, прежде чем я написал первую песню на английском языке, в смысле, американском. Потому что надо было вживаться тоже в это. Вот это имеется в виду. Они имели в виду, что пришлось... Ну, новое становление. А как же? Новая страна, новое государство. Тяжело приходилось, вот я имею в виду, адаптироваться там. Я имею в виду, не в бытовом плане, а вот именно здесь и здесь. Да, очень тяжело. Потому что менталитет надо полностью менять. Иммиграция же такая штука, что она не всегда желанная. У меня условия там какие-то заставили ехать. Надо так же, как ты адаптируешь язык, ты адаптируешь манеры наши, и наша душа, характер наш остался прежде. И есть очень прекрасные положительные стороны. Наши по сравнению, допустим, с теми же американцами или западными. Но для того, чтобы, как у нас говорят, аджаст, приспосабиться к новой системе, надо было изучать язык. Надо было пройти опять путь становления. Знаете, как нам же подбирали первые три работы. И если ты от трех отказался, все, ты свободен, и часа. И они говорят, вот, музыкант, о, здорово, у нас есть в музыкальном магазине пианино таскать он будет. Таскать? Да. Нормально. Посмотрели на меня, сказали, не, он таскать не будет. Вторая, уже отпала. Максимум микрофона. Вторая работа, художник, о, и мне предложили малярку, так как у меня уже был ребенок, я пошел малярить. Я малярил на протяжении двух с половиной лет где-то. Просто маляром работал. Но так как я старался, и так как у меня получалось, здорово, через год мне добавили вещи, и стали брать на объекты уже дорогие такие. Отделки делать. Ну, приходилось. Очень тяжело было. Для нас привыкнуть к этому стилю жизни и работы, конечно, очень тяжело. Когда человек приезжает в другую страну, обычно, ну, насколько я понимаю, ну, вот если бы я, допустим, эмигрировал куда-нибудь, обращается в диаспору, в свою диаспору, ну, как бы люди по духу близкие, вот, ну, как бы первая помощь, как бы момент адаптирования, ну, просто какая-то, просто душевная помощь хотя бы, просто поддержать человека в нужный момент. Кто вам помогал? И были ли вообще такие люди? К сожалению, нет. А искали мы помощь и даже не материальный какой-то совет. Ну, вот я про это и говорю. Да, может быть, потому что меня тогда еще не окружали люди моих профессий. А в какой город вы приехали? Сначала в Нью-Йорк. Вот, но мы держались сообща, мы подружились, ну, нашли общих друзей, допустим, музыкантов, потому что, будучи, вот, госоркестром, мы работали, пересекались с музыкантами других оркестров, значит, с артистами. И там мы встретили очень много, там, из Рознера, оркестр из Лундстрема, очень много музыкантов. И мы держались вот хотя бы друг с другом, чтобы проводить, так сказать, хотя бы свободное время, поддерживать морально себя другого. А так помощи в первое время не от кого было же так просто. Просто нет. Все только начинали первые шаги, это 80-е годы. Из нынешних звезд, которые вышли, скажем так, из американских ресторанов, русских американских ресторанов, ну, как-то Михаил Шуфутинский, Люба Успенская, дядя Миша Гулькова, с ними поддерживали какую-то связь? А как же? Мы же вот первые друзья. Когда-то Кравчинский, который написал книгу «Русская песня в изгнании», он написал о нас, отдельные главы, и он написал, что, в принципе, шансон родился из-за 80-ника в Нью-Йорке. Мы все дружили, мы все работали рядом, в разных ресторанах. На моих глазах первый альбом написал Миша Гулько. Шуфутинский, кстати, прекрасный аранжировщик, вот он его аранжировал. А потом он аранжировал альбом для моего другого друга, который я сейчас перетащил тоже в Лос-Анджелес несколько лет назад, Толика Могилевского. И мне тоже, я тогда выпустил первый альбом с Таней Лебединской, и мне Миша Гулько говорит, давай мы тебе запишем нормальный альбом, потому что сейчас столько перепаханного, не перепаханного материала, именно вот такого шансонного, как сейчас называют, и блатного, а ты пишешь свои песни. И он в этом отношении был прав, но я не мог петь это. Вот я хотел выражать то, что меня трогало. И наш альбом с Татьяной Лебединской, он не был, он вообще не стал популярным. Почему? Потому что мы свои, вот свой плач души, да, мы еще накладывали, как бы, на ностальгические чувства других. А они вот именно искали разрядку вот в таких заводных, полублатных, тех песен, которые не разрешали петь. Вот здесь. Да, бутылка вина. Да, вот это все. И в этом плане, он был, конечно, прав, они сделали такие альбомы, но это просто не мое, я могу говорить, что я буду петь то, что это вообще не мое. Я хочу писать свое. Пусть оно, пусть оно не то, что они хотят сегодня слушать, потом будут слушать, будут вспоминать. Потому что это тоже выражение не только себя, это отражение той эпохи. Наша песня, это отражение той эпохи. Давайте послушаем следующую песню. Лос-Анджелес. Следующая песня. Лос-Анджелес. 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 Что случилось, засияло все вокруг, и город изменился как-то вдруг. Гостей сегодня самолет к нам принесет, и город на уши встает. Я приветствую боссы Нелэй, в светлом городе пальм и друзей. И пусть вам город ваш намного милей, я приветствую вас, Нелэй. Покажу вам тот, чем горд, так город наш. Вот Голливуд, вот Санта-Моника и пляж. Здесь Юниверсал, там Лас-Вегас, Диснейленд. И солнце, что второго в мире нет. Я приветствую боссы Нелэй, в светлом городе пальм и друзей. И пусть вам город ваш намного милей, я приветствую вас, Нелэй. Я приветствую боссы Нелэй, в светлом городе пальм и друзей. И пусть вам город ваш намного милей, я приветствую боссы Нелэй. Ни вредной, ни дожди, ни поздний час не имеют значения сейчас. А то, что вы сейчас в машине моей, я приветствую вас, Нелэй. Я приветствую вас, Нелэй. Я приветствую вас, Нелэй. Зиновий и Шершер у нас в гостях. Зиновий, в Америке вышло 4 ваших авторских альбома. И есть песни, посвященные Владимиру Семеновичу Высоцкому. Вот одна из них, кстати, прозвучала, самая первая, «Кони». Это дань памяти или результат все-таки личного знакомства с поэтом? Это и дар памяти, и результат личного знакомства. Дело в том, что вот этот стиль, вот эта манера, которая привела все-таки к этому, она была вдохновлена им. Тогда на этом концерте, это единственный концерт, где мы решили профессиональном концерте принять участие. Ведь туда было согнано все, все коллективы. И это закрытый стадион в Ташкенте. Сам Рашидов сидел там, ему разрешили 9 песен петь. Я ему настраивал гитару. Вот, и потом он ее так расстраивал. Расстраивал, я говорю, что ты делала, Семен? Что тебя настраивал, ты ее расстраиваешь? Он говорит, я спускаю струны, чтобы они гудели. И когда-то он мне в дальнейшей встрече сказал, вот клевый ты композитор Туман. Ну, как все вы вот вокальные, сумметальные, красивые песни поете все. Но он говорит, настоящие будешь петь, тогда, когда голова у тебя заболит. Он будет болеть голова. И знаете, много лет спустя, поэтому я в каждый альбом вставлял хотя бы одну песню, посвященную Высоцкому. И когда-то пришел момент, когда я написал песню «У меня болит голова». Вот это я вспомнил. Дозрел. Потому что он говорит, когда ты будешь видеть то, что тебя будет душу трогать, тогда ты будешь писать настоящие. Ну, как после этого нет? У нас звонок. Алло. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Добрый день, Зиновий. Добрый вечер. Марк из Иркутска беспокоит. Здравствуйте, Марк. Вопрос по поводу ваших коллег. О Викторе Шульмане, Александре Шепьевске, Майе Розовой. Работали вы с данными исполнителями? И какова их судьба? Так как мало информации доходит. Спасибо большое. Спасибо. Майя Розова практически исчезла. Она занимается детьми, внуками. Насчет Саши Шепьевкина, спасибо, что вы спросили. Это мой очень близкий друг. И мы с ним работали, когда я переехал в Лос-Анджелес, мы с ним работали вместе в одном клубе, в одном ресторане. Потом он уехал в Сан-Франциско, сейчас он вернулся и записывает новые песни. И одну из них, кстати, вот я, может, сегодня, если успеем, покажу. Я написал, в одном концерте здесь ко мне подошел Григорий Кантер, заслуживатель искусства, он поэт, и он попросил, говорит, давай вместе напишем песни. У него был текст об Эдесите в Нью-Йорке. Я говорю, ну при чем ты к Эдеситам? Как я буду исправить? Он говорит, ты напиши. И мы написали. И вот сейчас Саше Шепьевкин, я записал эту песню. Она буквально, вот мой приезд, наверное, прозвучит уже на радио шансон или добрая песня, вы сможете ее услышать. Вот она прекрасна, как обычно, записала. Великолепно, он работает очень много. В основном он поэт очень много американских песен и работает в американских гигах. Что касается Шульмана, недавно мы разговаривали, видели, он, кстати, только буквально три недели назад уехал из Москвы. Он опять стал импресарио. Он опять начал серьезно возить. Вот последние гастроли Пугачевы делал он и Жванецкого в Америке. Все в порядке. У него еще дом отдыха Аленушка в Ланг-Айленде. Так что с ним все в порядке. Он недавно выступал в Твери, пел свои песни, исправлял свои юбилей. На кого охотнее ходит русская публика? На русских звезд или на русских звезд, которые в Америке живут? Я имею в виду именно в США. Конечно, на русских звезд. Почему? Потому что их продюсируют, очень много пиарят на телевидении. У всех есть телевидение. И, конечно, это тоже играет большую роль. Кроме того, для местных звезд, если говорить о том, чтобы на русскую публику там работать, это надо очень много средств, чтобы сделать. Вот сейчас будет юбилейный концерт, в декабре я буду помогать. Анатолий Могилевский делает. Потому что у него юбилей. Это очень сложно. Очень сложно. А так как это все-таки все время на виду, две тарелки сегодня существуют в Америке. Это где-то 6-8 каналов основных из России. И, конечно, с удовольствием ходят. Вот недавно с огромнейшим успехом, с перезаполненными залами прошли гастроли Пугачевой. Очень было. Эйхмана балет. Это просто было потрясение. Просто потрясение. К нему на юбилей съехались из Испании, из Франции, из Италии. Отовсюду съездили. Самые высочайшие именно в балете. И гордостью наполняется сердце, знаете, когда ты видишь такие успехи. Да, ходят и очень ходят здорово. Не на всех, да. Но на тех, кого любят, ходят. Ну, а следующая наша песня эпохальная. Туманище. Туманище. Ну, мне хочется ее исполнить, во-первых, потому что ее много записали здесь групп. И я была... Они не знали, кто они писали. Автор неизвестен. И писали в разных ритмах. Я, например, слышал и в хип-хопе, и в диско. Как угодно. А я просто хочу вспомнить ее с благодарностью. Это была моя первая песня. Самая первая в жизни. Да. Которая сочинил я сам. Которая была опубликована тогда в Курске в связи с приездом Пахмутова. И за нее я получил лауреатство. Еще и потому, что это было первое соавторство. Со мной учился замечательный мой друг. Он сегодня профессор Ярославского университета. Семен Фегин. Вот с ним я написал. Он написал текст, я написал музыку. И вот просто с благодарностью, как одной из первой песней. И она автор моего псевдонима. Я хочу вспомнить ее. Так как она была написана тогда. Слушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Туман, туманище, над миром стелется. Туман, туманище, как молоко. А мне не верится, еще не верится, Что ты ушла в туман. Ты далеко. Хожу, брожу один По мокрым улицам Звезду угасшую Всю ночь ищу Туман, туман колышется Туман волнуется А я грущу по ней А я грущу Туман колышется Туман волнуется А я грущу по ней А я грущу Меня зовут дома Дождем омытые А я растерянный Тебя зову И все минувшее Давно забытое В тумане вижу я Как наяву Туман, туманище Над миром истелется Туманом утренним Весь мир покрыть И все же мне верится Зачем мне верится Что где-то новая Звезда горит Ну все же мне верится Зачем мне верится Что где-то новая Звезда горит Звезда горит Зиновий Шершер у нас в гостях. Знаете, Зиновий, я вот сейчас больше, чем уверен, если нас смотрят сейчас музыканты, глядя на ваш значок, очень многие просто, ну, я не знаю, либо слюной обливаются, либо там, я не знаю, от зависти локти кусают. Поэтому вопрос такой. Расскажите, пожалуйста, о совместной работе с известным продюсером Шелли Коином, совместный альбом, который был выдвинут на премию Грэмми. Да, было. Мне, кстати, надо спросить, а кто вам помогал? Есть люди? Бывают случаи такие. Но это случаи, которые просто сами по себе не приходят. У меня вышел где-то после 13 лет жизни в Америке, я написал первую американскую песню. Я очень любил крисмасовские песни. Я написал первую песню, посвященную Крисмасу. Рождеству. А? Мэри Крисмаса. Рождеству. А, да. I wrote this song for you. Это была первая песня, где я и текст сам написал по-английски. То есть это уже чувствовалось, уже и музыка чувствовалась. И когда я хотел предложить ее Натали Кол спеть, я пришел к продюсеру, он говорит, у тебя у самого неплохо получается, давай выпустим диск твой. И вот так я выпустил первый диск с пятью произведениями, песнями и музыкой моими, посвященные Крисмасу. И пять мне дали лайтсенсы и разрешение петь самых сильных композиторов, посвященных Крисмасу песен. И этот альбом услышал Шелли Коун, когда меньше чем через год раздался звонок, он говорит, Шелли Коун, я сел, я не поверил своему ушам, что это он сам. Он говорит, один из музыкантов, скрипачей в моем оркестре придется мне этот диск. Я послушал, мне очень понравилось. У меня к тебе предложение сделать совместный диск. Нормально? Вот так, моментально было. Мало того, что он известный продюсер, 30 лет на NBC, каждая нотка, что звучала на NBC, это его написанная нота была. И с его оркестром Pacific Paps он мне предложил, и плюс он мне предложил еще участвовать как со-продюсер, музыкальный продюсер. И вот так мы выпустили альбом. Я хотел, мы с ним и написали, он, кстати, шикарный еще и поэт, песенник, потому что он опытный. Именно в этой индустрии мы написали с ним две или три песни. И первую мы написали All About Love, все о любви. И я говорю, давай мы назовем так альбом All About Love. Он говорит, нет, я уже придумал. Color the world with music. Раскрась мир музыкой. И вот так мы выпустили этот альбом. Впервые я попал опять на огромную студию с большим оркестром живым. 30 человек живых скрипок, виолончели, инструментов. Это счастье. Такое удовольствие. Я думал, он был петь, пока не играли. Вокал записывали потом. Но я думал, он был петь, чтобы они в наушнике слышали о чем-то. Ну, пилотный такой вариант. Я не мог, знаете, у меня комок подбирался, потому что это так все звучало здорово. Это так все живое было. Вот. И я очень благодарен ему за этот альбом. Это был первый альбом, который выдвинули на Грэмми. После этого еще два альбома выдвинули на Грэмми. Вот. А значок это не то, что выдвинут, а то, что выбран был уже в Грэмми. После определенного количества альбомов и после определенного количества подач на Грэмми мне предложили и выбрали меня Академиком Грэмми. А теперь я и Волтинг Академик. Это тот, который голосует, выбирает. Номинантов, потом победителей. Это как Волтинг Грэмми здесь перевели как действительный член Академики. Ну, это большая честь и ответственность великая. Все-таки. Очень, конечно. Выше уже не придумать ничего. Всегда есть выше. Я спрашиваю, а что дальше, если вы уже Академик Грэмми? Как дальше? Я только номинировался, я должен еще выиграть. У нас звонок. Алло. Виталий, добрый вечер. Здравствуйте, Владимир. Тоже наш постоянный телезритель. И так, во-первых, спасибо вам за Крутину. Уважили. Я понял вас. Зиновий, добрый вечер. Добрый вечер. Репертуар отличный. Спасибо. Исполнение прекрасное. Спасибо огромное. Спасибо вам за ваше творчество. А то это уже попса до того достало. Вот на этом канале только и отдыхаешь. Спасибо устроителям. Это правда, я сам смотрю из Америки. Они выставляют на интернет, я всегда смотрю с удовольствием. Вот вы уже человека зрелый, много повидали, многих, наверное, услыхали. И вот мне хочется узнать, самая большая горечь утраты, по кому у вас была? Кто из ушедших исполнителей был ближе по духу, по манере исполнения, по содержанию? Спасибо. Спасибо. Если говорить о музыкальной индустрии, самая большая утрата – это потеря Майкла Джексона. Хотя это и не мой стиль, и я не писал в этом стиле, манере, потому что мне посчастливилось видеть его в работе. И не только в работе, мы были в одной организации компании в помощь больным детям. И он, кстати, больше всех в мире помог, отдал денег именно вот так, для больных детей, для борьбы с ПИДом и так далее. Потому что когда Грэмми разослал моментально по интернету, чтобы мы сказали свое мнение по поводу утери Майкла Джексона, я написал, что он был непревзойденный при жизни, и он ушел непревзойденным. Потому что такая глыба, которая ушла, ее никогда ничем не возместить. Поэтому все-таки для вообще музыкального мира – это самая большая утрата. И мы ее очень переживали. Очень переживаем и переживаем. «Любовь» – следующая песня. Да. Но жизнь продолжается. Ой, я не сказал. Нас лечет, как в юности, горесть, одиночество. Вновь обилие друзей, открытые пути. Но порой нам хочется, вновь до боли хочется, Настоящую любовь, где ее найти? Я искал ее везде, прилагал старания, Но не мог ее найти ни в жизни, ни в кино. Лишь через сомнения, муки и страдания, Как и все хорошее найти нам суждено. Лишь через сомнения, муки и страдания, Как и все хорошее найти нам суждено. Я найду твои глаза Шелковые волосы И зеленая весна Возвратится вновь И поймем, и вдруг тогда По тревятному голосу Поискращимся глазам Вот она, любовь И поймем, и мы тогда По тревятному голосу Поискращимся глазам Вот она, любовь Поискращимся глазам Вот она, любовь Поискращимся глазам Вот она, любовь Хорошая песня, динамичная Зиновий Шершер у нас в гостях Продолжаем наш разговор Зиновий, расскажите, пожалуйста, о работе Над саундтреком к фильму Я вот не знаю, насколько корректен перевод Охота за Красным Октябрем С участием Шона Коннери Да, это было очень давно Я только-только переехал Из Нью-Йорка в Лос-Анджелес И буквально через год Где-то мне позвонил Олег Видов С которым я дружил и дружу много лет И он сказал, что там Ищут Нужны русские музыканты И желательно композитора Сходи И я пришел туда Записали мои данные Послушали мою музыку И мне раздался звонок Меня пригласили Одним из композиторов Я себе там не в титрах не нашел Но я, когда пришел на Paramount Увидел этот Этот бюджет Огромный Это огромный фильм И столько замечательных актеров И я просто был Вот на самом высоком небе Представляете Шан Коннери Это Тогда этот бюджет В 50-60 миллионов Был самый большой вообще Для фильма Потому что снимали на подводном Они хотели еще Чтобы я с ними поехал В Сан-Диего Где они снимали подводные Сцены Настоящие Но у меня еще не было Тогда паспорта И меня Запретили Не взяли Очень жалко Я с удовольствием Участвовал Что я делал Я писал часть музыки Вилсинг Он работал С бригадой По-моему у нас пятеро композиторов было Часть музыки к треку Я учил их петь Тренер Балты Я записал сам с ними Они пели гимн Советского Союза Все что связано с русскими делами Вот это Я работал Но главное еще Что мне дали Сделать немножечко Часть своей музыки Тоже туда вставить И вот это был первый Так сказать Большой Я после этого писал Очень много Очень много написал Мультфильмов Кстати музыки Наверное 28 30 мультфильмов И В их числе Кстати И Российские директоры Мультфильма Переозвучивали Вот Но это было для меня Может быть то Что первое впечатление Было такое Это был самый большой Крупный фильм И может быть С легкой руки Этого фильма И пошла моя работа В Голливуде Потому что Когда видят Такой кредит Что работал С таким Фильмом Резюме серьезный Конечно Очень красивое название У следующей песни День рождения Любви Да Мне хочется Немножечко сказать Об этой песне Дело в том Что Мы как-то написали Несколько песен С Ильей Резеньком И Эту песню Он услышал Когда она На английском языке Была написана Но он говорит О Это настоящая Фестивальная песня Он писал русский текст На нее И Этой песней Ну я как Композитор Просто сидел за роялем А В Кремлевском дворце Съезда Этой песней Закрывали Его юбилей 65 лет Вот Мне хочется Сейчас Поблагодарить Люшу За прекрасные Стихи И Петь вам Эту песню День рождения Любви На стихи Ильей Резеньком Новая весна Настала Ты счастливый мир Лови 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 Друг хороший мой Возьми меня с собой На день рождения Любви Позови На день рождения Любви Песни левой земли Свет солнечного дня Позови Позови цветы и звезды Журавлины клин вдали И не забудь позвать меня Храм спасения Храм спасения И надежды Двери мне откроет Вновь Свято и светло Нам ангелы споют И обвенчает нас любовь Позови Позови На день рождения Любви Песни левой земли Свет солнечного дня Позови цветы и звезды Журавлины клин вдали И не забудь позвать Позови 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 На день рождения Любви Песни левой земли Свет солнечного дня Позови 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 И не забудь позвать в меня, позови на день рождения любви. И не забудь позвать в меня, позови на день рождения любви. С натуры не всех, возможно, было запечатлеть. И все же, кто из этих звезд позировал вам? Ну, во-первых, вот самый серьезный вариант был и чуть ли не скандал Шер, потому что вышло сразу в печати, что вот у Зиновича Шерша был роман Шер. И это понеслось... Я хочу понять, кто кому льстил, интересно. Да-да-да. И это было очень большая неприятность. Что получилось? Огромное армянское издание, еще американских армян, которые ее как богиню считают, она же полуармянка. Вот. Пришли как-то, когда узнали, что готовится выставка моя в музее Голливуда, и там будут выставлены портреты Стиви Бандерову, его мне удалось писать с натуры. Ну, как с натуры? Два-три сеанса, больше они тебе не дают. Поэтому только наброски. И это точно так же с ней получилось. И они напечатали прямо на обложке ее портрет. Взяли у меня интервью по поводу... И написали на обложке. А внутри написали, значит, про историю создания, как бы, этого портрета. И то, что я им только сказал, у них больше не было фактов никаких. Но они домыслили, потому что они увидели у меня в студии фотографию ее, а она там, ну, просто в купальнике сидит, занимается на своих... И там с любовью, к диновью, и разразили они вот эту вот катавасию. И мне было очень неудобно, конечно, потому что она шер. Я просто... Ну, уже не начинающий художник, я уже имел грамоту благодарности от Лос-Анджелеса за роспись стены. Она шер, а вы шер. Она мне говорит, а что это, ты удвоил мою фамилию? Ну, как же, конечно. Вот. И вот такой был вариант, да. То, правда, после этого немножечко все утихомирилось, потому что мне неловко было перед ней. Есть у нас, знаете, какие-то недоговоренные условности между нами, людьми, которые сотрудничают... Вы, наверное, видели на интернете Шерон Стоун фотографию, там, что мы оба смеемся, и мне начинают, а что ты смеешься, что ты ей сказал, понимаете? Они как будто думают, что я вот только с радостью расскажу все, что происходит, все разговоры, мы не первый раз виделись. Знаете? И, в принципе, такая ситуация. Она была такая желтоватая только вот в одном случае, шер. Некоторых мне удалось писать, если не писать с натуры, то делать наброски. Вот. И о некоторых, конечно, Теона Леннона, портрет которой сегодня очень большой коллекции, я нарисовал уже посмертно, потому что меня его смерть просто потрясла. Какой-то идиот, по-идиотски просто расправился с такой легендой. Мы выросли на этом, поэтому я собрал, что я мог собрать, материалы, фотографии разные, и сделал его портрет. И этот портрет, знаете, я даже не хотел его ни в музей не продавать, ни дарить. Я его держал с собой вот чуть ли не до предыдущего года, когда просто он был приведен в коллекцию. Я хотел, чтобы моя работа попала в эту коллекцию, и чтобы она была рядом со мной в Лос-Анджелесе, поэтому несколько работ ушли туда. Конечно, большинство, они занятые люди. Вот Шар должна была прийти на мою персональную выставку в Беверли-Хиллз. Зиновий, извините, перебиваю вас. Она не могла, потому что она в Англии тогда была, да. Давайте возвратимся к нашим песням. Следующее название достаточно эпатажное. Богатого хочу. Ну, мне хотелось включить хотя бы одну песню сегодня, такого из юморного такого. Мы пишем тоже веселые песни, интересные. Многие подсказывают жизнь. Вот спрашивают, как вы пишете. Иногда не надо даже выдумывать. И при том это было не в России, это было в Нью-Йорке. Мы ехали с другом в такси, и там по русскому радио, была передача, целый час посвящен, значит, типа, ищу познакомиться. Знакомство уже и по радио. И вот я услышал, что одна перечисляла, что она хочет увидеть, чтобы он был состоятельный, чтобы он был высокий, чтобы он был с голубыми глазами. Ну, в принципе, ничего нового. Давайте послушаем песню. И поэтому так родилась эта песня. Я богатого хочу. И мне хочется просто для разнообразия спеть вам ее. А я богатого хочу, я богатого. Для себя и не вижу другого. А пусть косого, пусть хромого, пусть горбатого. Но богатого хочу я, богатого. А я богатого хочу, я богатого. А пусть даже у него и уже синие. А пусть и уши у него заткнуты латами. Но богатого хочу я, богатого. Чтоб и встала утром, всем керозинуло. А мне все уже несут прям на подносике. Чтоб вся жизнь была полна магазинами. Чтоб массажи и пассажи, и гости там. Не хочу за офицера, чтоб ждать потом. А хочу прям за генерала, чтоб жрать сердтом. Не хочу и знать про кухню с капустой. А хочу жить в разговорах об искусстве. Не ругай меня, родненька, папенька. Ты же знаешь, я хорошая, паинька. А ты все хаешь у меня жирной коровою. Мол, лень бездарная и дура здоровая. А не, папуль, хочу я только богатого. А пусть он старый кривой там, отмороженный. А пусть и уши у него заткнуты ватой. Лишь бы я утопала в мороженом. И давно уж не знаю покоя. Просто, кажется, даже сгудала. Даже детственность свою от всех упрятала. Потому ж богатого хочу я, богатого. Но, если честно, это дело очень хочется. Правда, я потерплю, я баба с целью. И я дождусь с богатым брачной ночицей. И вот тогда все с ним, что надо, сделаю. А пока что все лежу одинокая. Ой, как мне нравится фигура моя. И тоска продирает голубокая. Ну, мне ж ты принц мой, а ведь вот она я. Ой, богатого хочу я, богатого. Для себя я не вижу другого. А пусть косого, пусть хромого, пусть горбатого. Но богатого хочу я, богатого. Зиновий, следующая песня называется «Одесса посему». Хотел бы выяснить. В свое время из Одессы была очень мощная волна иммиграции в Америку. Как сейчас едет ли Одесса покорять Соединенные Штаты? Да, у меня такое впечатление, что все, кто должны были уехать, они уже уехали. Потому что Брайтон-Бич, это ничего другое, как Одесса в Нью-Йорке. Я никогда не жил там, но я когда приезжал туда, это очень экзотичное место. Очень экзотичное. Потому что это единственный уголок земли, где наши, в основном, из Одессы, потому что там прямо на берегу море. Им и не надо изучать язык. Потому что только там я услышал, например, вот идут все себе по Брайтону, вдруг кто-то заговорил сзади по-английски, и все оборачиваются. Как он, мол, сюда попал. Иностранец, здесь. А еще очень интересная зарисовка. Корейцы все держат овощные магазины там, по Америке, ну, в Нью-Йорке. И в корейский магазин на Брайтон-Бич, я захожу, и там моя жена говорит, ой, смотри, здесь помидоры какие хорошие. Он говорит, корейцы мне говорят, помидоры 80 копеек, огурцы рубль 20. То есть он даже, он говорит, они даже ни слова доллара не хотят. Вот, поэтому Одесситы очень дружные, кстати. Очень дружно, весело живут. Их там много, да. Просто вот Одесса, это та песня, что я говорил, мне предложили написать, ее вы услышите в исполнении Саши Шепьевкера. Ну, а сегодня я просто хотел вам, как автор, имею право, хочу показать. Ну, из первых уст, уж позвольте услышать. Никуда здесь не деться и судьбы не унять. Я в Нью-Йорке, Одессу, вспоминаю опять. Были радости горе, но вблизи и вдали, снится черное море у далекой земли. К счастью или на беду, мир и правду те сены, я по Брайдану хожу просто в Одессе. Все мы родом из детства, из первой любви. Никуда здесь не деться, это в нашей крови. И Каштановый город будет снится опять. Если был ты в нем молод, то судьбы не унять. Счастью или на беду, мир и правду те сены, я по Брайдану иду словно по Одессе. К счастью или на беду, мир и правду те сены, я по Брайдану иду словно по Одессе. К счастью или на беду, мир и правду те сены, я по Брайдану иду словно по Одессе. Вы знаете, я думаю, не стоит время много тратить на разговоры, потому что время нас уже гонит. Следующая песня «Старая знакомая». Вот мне хочется прежде всего сказать, что в прошлом году меня судьба свела замечательной поэтессой и великолепной женщиной с Ларисой Рубальской. И мы буквально вот сейчас пишем несколько новых песен. Где-то родилось, наверное, шесть. И вот одну из них, старую знакомую, я хочу вам сегодня показать. Старая знакомая. Завертела меня жизнь, закрутина, Вечно занят днем и ночью дела. Я забыл тебя, а ты позвонила И зачем-то вдруг к себе позвала. Не узнал я сразу в трубке твой голос, А потом узнал и был удивлен. И сказал, что я по-прежнему хост, И к тому же ни в кого не влюблен. Старая знакомая, Наша жизнь расколота. Наша жизнь поломана, Чья же в том вина. Старая знакомая, Старая знакомая, Бывшая законная, Бывшая жена. Я не знаю, кто над нами колдует, Перед кем за это счастье в долгу. Обнимаю я тебя и целую, Понимая, что уйти не смогу. Завертела меня жизнь, закрутина, Что поделаешь, такая судьба. Я забыл тебя, Я забыл тебя, а ты позвонила, Чтоб опять не мог забыть я тебя. Старая знакомая, Наша жизнь расколота, Наша жизнь поломана, Чья же в том вина. Старая знакомая, Старая знакомая, Бывшая законная, Бывшая жена. Старая знакомая, Старая знакомая, Бывшая законная, Бывшая жена. Бывшая законная, Бывшая жена. Зиновий Шершев у нас в гостях. Зиновий, насколько часто, как часто вообще в Россию приезжаете, и что бросается в глаза, какие перемены? Ой, ну, в последнее время мне отдавалось часто приезжать. Почему? Потому что вот разные проекты, плюс меня приглашают иногда в жюри фестивалей, меня очень волнует. Вот следующее поколение, поэтому я приезжаю на юношеские, детские фестивали. В чем причина волнения? Объясните, пожалуйста, детально. Ну, чтобы они становились правильно, чтобы они пели хорошие песни, чтобы они развивались в музыкальном отношении правильно. Потому что одно дело, поп-музыка, поп-культура, но есть очень многообразная музыка всегда была, многостилевая музыка в России. И к этому вернется. Надо просто, чтобы воспитывались голоса, чтобы воспитывались манеры, чтобы воспитывалась душа опять. И поэтому я с большим удовольствием был на фестивалях в жюри в Сочи, в Москве. И мы сейчас, так как я вице-президент фонда в Голливуде по искусству, мы проводим второй фестиваль в Голливуде для юношей, для молодежи. И я попросил, по моей просьбе, его сделали международным, и некоторых мы пригласаем вот из России, чтобы они Голливуд подчеркли, чтобы они тренировали. Это типа обмен молодежью, обмен опытом? Ну да, потому что хочется, чтобы правильно они развивались в этом направлении. Поэтому я очень рад, что мне снова приходится часто бывать здесь. Насчет изменений, в основном мне все изменения очень нравятся. Знаете, можно копаться и там, там и там, конечно, где-то хочется, чтобы больше работали, законы, я не знаю, какие-то. Но все движется. Меня поражает Москва, как она развивается. Мне поражает Россия, когда я езжу. Я сейчас был на Дальнем Востоке на фестивале. Мне это очень нравится. А все издержки какие-то, это все поправимо со временем. Все со временем. Слушайте, не все сразу все строится, поэтому пока что мне все. Ну и в заключении нашей программы название песни чем-то мне напоминает романс. Будто с вами. Но она как раз наоборот шансоновская, понимаете. Она одна из последних песен, которую я привез на один из своих концертов, последних здесь в прошлом году. И эта песня для меня очень важна. Я хочу с вами как бы проститься с этой песней. Давайте послушаем. Как будто я с вами И не пролетела Столько лет Как будто с друзьями Хотя их давно И многих нет Как будто никуда Не уезжал Как будто Никого не провожал И воздух земли Которым дышал Не отдавал Я снова в дороге И снова мелькают В никуда Пути и тревоги Косты и больные Провода И снова мне Покоя Не найти И снова вдаль Влекут Меня пути Тот ветер земли Где столько прожил Где пел И любил Тот ветер земли Туда Где никому Не нужен Я Туда Где не нужны Мои друзья Где на лоскуты Разделена Родина Моя Как будто Я снова Стою На садовом У метро И мелкий Снежок Пытается Юркнуть Под пальто А выйдешь Солнцем Залит Ты дома Где даже И зимою Не зима Где пальмы Весь год Как и летом Цветут И надпись Волливуд Так почему Себя Мне Не понять И страсть Свою Не в силах Я гонять Вся жизнь Как вокзал Дайте мне свет В прошлое билет Я должен лететь Дайте мне свет В прошлое билет Вся жизнь Как вокзал Дайте мне свет В прошлое билет Композитор Исполнитель Художник Зиновий Шершер У нас в гостях Дорогие друзья Остается совсем немного времени Зиновий Вы обмолвились О совместной работе С Ларисой Рубальской А планируется ли Какой-нибудь проект С русскими исполнителями Планируется Кое-что Даже Уже получаю Во-первых Я пишу Сейчас написал Произведение Для одного Замечательного Скрипичного Трио здесь Вот Есть Есть кое-какие проекты Дело в том Что Меня спрашивают Почему Твои песни Не поют здесь Исполнители Потому что Ты пишешь Американский Не только шансон Потому что Я не пишу Пап Я пишу только То, что мне нравится То, что я хочу Недавно Я написал Две песни Для замечательной Нашей певицы Карин Лапидо Рн-би Она певица И, конечно Мои друзья Будут голосовать За нее Она в Гефин Продакшн Я написал Для нее Замечательную Песню Когда она и поет У меня Сама душа Радуется Понимаете То есть Я пишу В Арун-би Я продюсирую Группу Раф-драфт Рок-н-ролль Я с удовольствием Писал бы Но я не пишу Пап Пап Я не пишу И даже там Пап Такого Танцевального Плана Я не пишу Есть Традиционный Пап Он у нас Называется Или Традиционал Пап Вот это я пишу Вот это я пишу С удовольствием Но все-таки Очень многие Здесь Исполнители Мне нравятся И мне хотелось бы Чтобы пришел момент Когда они начнут Петь эти красивые Им нравятся Но они Но они Еще пока Не для их Формата Для того Что требуется Понимаете А я не хочу Писать формат Но мы уже встречались И люди хотят петь И я с удовольствием Буду для них писать А кого бы вы Выделили Ну одного Двух Наверное Самых ярких На ваш взгляд На сегодняшней эстраде На российской Ну Здесь много Понайотов Наколепный певец Понайотов И вообще В этой компании Чумаков Исполнитель К сожалению Очень многие Дорогие друзья Зиновий Шершер У нас сегодня В гостях Спасибо большое До свидания Смотрите нас Завтра в программе Любимые песни До свидания Всего вам доброго Редактор субтитров А.Семкин